Читайте, запоминайте, а лучше записывайте, как приготовить торт с медом. Необыкновенно нарядный, супер вкусный, относительно быстрый и определенно простой рецепт настоящего торта медовика. Готовый торт оставьте пропитываться в холодильнике в течение 3-4 часов, но лучше на ночь, так коржи станут нежными и мягкими. По вашему желанию, вы можете добавить в торт орехи, курагу, изюм, кунжут, семечки или шоколад. Для этого при формировании торта посыпайте вашей любимой начинкой крем. И можете не переживать по поводу того, пропитается ли ваш торт. Рецепт построен с этим учетом, коржи супер тонкие, а крем нереально вкусный и густой. Поверху красьте торт паутинкой из шоколада. Мука пшеничная, 500 грамм. Яйца куриные, 4 штуки. Молоко 500 грамм. Сахар, 400 грамм. Сода, 1 чайная ложка. Сметана, 500 грамм. Масло сливочное, 350 грамм. Мед, 3 столовые ложки. Ванильный сахар, 10 грамм. Количество порций, 6, 8. В кастрюлю вбейте 2 яйца, всыпьте 200 грамм сахара, добавьте мед. Поставьте на водяную баню греться все ингредиенты, слегка помешивая венчиком. Добавьте 100 грамм сливочного масла и соду. Массу перемешайте до однородного состояния. Продолжайте греть на водяной бане, но смесь уже помешивать не нужно. Смесь должна увеличиться в объеме и приобрести слегка золотистый цвет. Снимите кастрюлю с огня и всыпьте просеянную муку небольшими порциями, помешивайте ложкой, так как тесто будет горячее. Вымешайте хорошо тесто до вязкого состояния. Накройте его пищевой пленкой и оставьте на 30-40 минут. В кастрюлю влейте молоко и нагрейте его до горячего состояния. Добавьте оставшиеся яйца и сахар, ванильный сахар и 3 ст, ложки муки. Поставьте на огонь, доведите до кипения, непрерывно помешивая, до загустения. В готовый крем положите размягченное сливочное масло и взбейте его венчиком. Разделите тесто на 8-10 частей, раскатайте скалкой корж максимально тонко. Выпекайте коржи в разогретой духовке до 180 градусов, до красивого золотистого цвета. Краешки коржей обрежьте с помощью плоской тарелки, когда коржи еще горячие. Собирайте торт, смазывая каждый корж обильно кремом. Обрезки от коржей измельчите в крошку с помощью блендера и украсьте торт. Приятного чаепития!